О себе вновь напомнил скандально известный российский политик и профессиональный армянский лоббист Константин Затулин. Ютуб-канал ВИМЕДИА подготовил краткий материал, рассказывающий о том, как депутат Госдумы Российской Федерации Константин Затулин, принимая активное участие в российско-армянских отношениях, действовал вопреки интересам России. В ролике хлёстко критикуется деятельность депутата в данной сфере. Затулин, хранивший молчание о положении русских в Армении, не прокомментировал ни закон о языке в Армении, об условиях приёма в русскоязычные школы только тех детей, в чьих жилах течёт русская кровь, но не армян. Ни установление в Ереване памятника нацисту Горигену Нжде. В материале отмечено, что депутат, который хранил молчание о положении русских и русского языка и культуры в Армении, решил, однако, немедленно отреагировать на демаркацию границ между Азербайджаном и Арменией. Следует отметить, что Затулин является не только депутатом, но и первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками. Похоже ли, что его действия способны хоть как-то положительно отразиться на евразийской интеграции? Судите сами. В ролике звучит риторический вопрос. Интересно, не забыл ли господин Затулин, что он представляет Сочи, а не Армению в Государственной Думе России? Если Затулин забыл, чьи интересы защищает, не пора ли объявить его иностранным агентом? И Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики. Продолжение следует...